Я унижаю тебя, показывая и людям, и напоминая тебе, что ты предатель, что вы предали наш народ, что вы сделали самое недостойное, что может сделать мужчина. Но я тебя не оскорбляю. Коротко, буквально, я вам его покажу. Он сидит в австрийской тюрьме и записал получасовой ролик обращения к Кадырову. Его зовут Мурат Асламханов. Вот так вот выглядит этот парень. Это долгое обращение, где-то 30 минут он обращается к Кадырову. Там есть немножко и нецензурные высказывания, и оскорбительные. Он оскорбляет Кадырова. Но в целом, как бы, он обращается, вообще разговаривает с Кадыровым на его же языке. Вот как любит говорить Кадырова, обзывать людей незаконно рожденными и так далее. Также этот человек обращается к нему и точно так же его, значит, оскорбляет. При этом он не скрывает ни своего лица, ни своего имени. Он называет свое имя, фамилию, чей он сын и так далее. Даже называет город, тюрьму, в которой он сидит, и когда он должен освободиться. И вот в своем этом обращении он, этот парень, задает очень хороший вопрос Кадырову. Он говорит, почему ты можешь называть людей незаконно рожденными, а тебя при этом даже критиковать нельзя? Он задал очень правильный вопрос, потому что во время этой своей пресс-конференции Кадыров говорит, что я воспринимаю, он говорит, адекватно, критику, обоснованную критику. Но за оскорбление, он говорит, чести, достоинства, я, он говорит, не пожалею никаких своих сил, ни имущества, ничего. Я, говорит, таких людей нахожу, я их наказываю, я их, вплоть до того, что их убиваю. Значит, он, в общем, очень жесток с ними. И вот здесь этот парень, в контексте этого парень задал очень правильный вопрос. Почему, Кадыров, ты думаешь, что ты можешь людей оскорблять, а тебя в ответ при этом оскорблять не могут? Ты отдаешь себе отчет, что это так не работает? Если ты сам решил оскорблять людей, решил, что тебе это дозволено, то ты должен понимать, что да, я-то тебя не оскорбляю, ни тебя, никого бы то ни было другого из твоего окружения. Мне воспитание не позволяет, я как-то иначе воспитан. Я не могу даже в ответ говорить, что ты там незаконнорожденный, как-то твою мать обвинять в прелюбодействии и так далее. Это, ну, не знаю, это не мое, я так не могу. Я тебя не оскорбляю, но я тебя унижаю. Я унижаю тебя, напоминая тебе, что ты предатель, что ты предатель, сын предателя. Ну, не буду я дальше идти по поводу твоих отцов. Здесь, как бы, тоже есть, конечно, очень много сомнений по поводу твоих отцов, но остановимся на этом, на тебе и на твоем отце. Я унижаю тебя, показывая и людям, и напоминая тебе, что ты предатель, что вы предали наш народ, что вы сделали самое недостойное, что может сделать мужчина. Но я тебя не оскорбляю, не называю тебя незаконнорожденным и так далее. Но ты при этом называешь. Ты называешь меня, ты можешь любого другого человека там назвать незаконнорожденным. И при этом ты думаешь, что люди тебе тем же отвечать не будут. Но будут, как раз таки именно поэтому тебе и отвечают таким образом. Видишь, я тебе так не ответил, но вот, например, вот этот парень, Мурат, он ответил тебе именно так. Так, как делаешь это ты. И с чего ты взял, что тебе можно людей оскорблять, а оскорблять тебя в ответ люди не могут? С чего ты это взял, кто тебе это сказал? Далее, там же, во время этой пресс-конференции, ты говоришь о своих отцах. Ты уже не первый раз это делаешь, постоянно упоминая этих своих отцов, что там кто-то, значит, учил там кого-то Корану, кто-то там что-то еще, значит, у тебя делал. Вот удивляет, знаешь, то, что твои отцы, вот весь твой род Кадыровых, не то, что там кто-то убит не был, там в сражении, будь то с Россией, с Советским Союзом, с Федерацией, с кем бы то ни было. Даже вот пробегающий солдат, когда солдат пробегает мимо, за ним идет такой шлейф воздуха. Даже вот этим вот шлейфом воздуха никто из твоих отцов не был продут. Он не получил даже немного насморка, немножко, небольшой дискомфорт не почувствовал от вот этой российской агрессии. Ни один из твоего рода, Кадыров! Ни один! Это очень редкий случай у нас, в нашем народе, таких как ты, но их днем с огнем не сыщешь. У нас в каждой семье есть человек погибший, пострадавший в результате этих войн, этих сражений на протяжении четырех столетий. Но у тебя нет ни одного отца, которого да хотя бы продуло бы шлейфом вот этого воздуха, пробежавшего мимо российского и советского, или солдата Российской империи. Вот нет. Как ты можешь говорить вообще о своих отцах? Ты с кем вообще разговариваешь? Ты в курсе, что ты говоришь сеченским народом, который положил тысячи жизней, тысячи своих родственников, конечностей ампутированы, судьбы страшно загублены. И этому народу, который настолько пострадал, который получил так много, значит, судьбоносных вот этих испытаний, ты человек, который вообще никак, никто из твоих отцов не пострадал от них, да еще и твой отец взял и продался, как сам Путин нам об этом рассказал, пришел еще до начала военных действий, пришел сам, значит, предложил свои услуги, ты далее продолжил этот его предательский путь, и ты сидишь и рассказываешь людям о своих отцах. Ты вообще в своем уме, с кем ты разговариваешь? Ну и завершая уже эту тему с пресс-конференцией, нельзя не затронуть Хеду Саратову, которая задала вопрос Кадырова. Давайте послушаем, что сказала Хеда Саратова. Нам, говорит Хеда Саратова, даже стыдно называть себя правозащитниками, потому что вы, самый настоящий правозащитник, это вы, говорит Кадырова, и Кадыров ей говорит, я вообще думал, говорит Хеда, что ты, я всегда, говорит, думал, что ты против нас, а ты, оказывается, не против нас. Она говорит, нет, конечно, как я могу быть против Рамзана Ахматовича, о чем вы говорите? Вот, но самое интересное, что 9 лет назад Хеда Саратова была совершенно другим человеком, и говорила она вообще другие вещи. Она когда-то работала с Натальей Эстемировой, работала с Мемориалом. Она действительно была когда-то правозащитницей. И давайте послушаем, что Хеда говорила 9 лет назад, в 2010 году, как раз вот о подобных высказываниях, которые она сейчас делала Кадырову, о подобном заискивании перед шахами, падишахами, баями. Послушайте, что говорит Хеда. У чеченцев такого не было. У нас не было баев, чтобы мы кому-то кланялись. Такого не было. Любой чеченец, есть у него деньги, нет у него денег, он гордым был. Но что сегодня происходит с нами, я просто не выдаюсь. В том, что дали деньги, все забыто, это неправда. Многие в народе про сегодняшнее время, знаете, как говорят, это время такое, что заработай, как можешь. Заработать как? Кого-нибудь сдав? Либо спев песню про отца и сына? Либо, я не знаю, там много вещей, которые нравятся Рамзану. Сделай это, и ты будешь баловать. Рамзану нравятся эти портреты, все это. Ну, он говорит, что не нравится. Вашему интервью тоже. Да, но, видимо, ему это про Бахаеву. Ну, как он говорит, если люди вешают, значит, мне его любят. А я прекрасно знаю, что вешают им фотографии даже те, кто его не любит, ненавидит. Я оставлю без комментариев вот эти вот высказывания. Хэда, я думаю, они не нуждаются в моих комментариях. Единственное, я соглашусь с Хэдой, с предыдущими ее словами, которые она сказала Кадырову. Она сказала, что им стыдно называть себя правозащитниками. Вот я здесь, я соглашусь, что действительно, Хэде должно быть стыдно называть себя правозащитницей. Она не является правозащитницей, она является Кадырова-защитницей. И если бы у нее действительно был бы стыд, если у нее осталось хоть немного стыда, то она не будет называть себя правозащитницей. Субтитры создавал DimaTorzok